Здравствуйте, уважаемые коллеги! В вашем внимании представляется очередной выпуск налоговых новостей, на этот раз за сентябрь 2014 года. Представляет выпуск Юзуак Максим Васильевич. На данном слайде информация обо мне. Событий в сентябре было достаточно много по налоговой тематике, поэтому приступим. Начнем, во-первых, с уголовной тематики, касающейся налоговых вопросов. В Государственную Думу поступил законопроект о новой редакции статьи 199 УК РФ. Эта редакция интересна, прежде всего, дополнением квалифицирующих признаков в данной статье. Прежде всего, предлагается, во-первых, в качестве квалифицирующего признака использовать применение фирм-однодневок при уходе от уплаты налогов. Это первое. А второе – это использование в качестве квалифицирующего признака таких компаний, как иностранная контролируемая компания, а также сделок, которые являются контролируемыми. То есть, использование для ухода от уплаты налогов, сделок, которые подвергаются трансферному контролю. Что сразу бросается в глаза? Это, прежде всего, то, что вообще регулирование вопросов, связанных с контролируемыми иностранными компаниями, до настоящего момента нет никакого закона, либо нормы, которая касалась бы данных вопросов. Иначе говоря, в статью 199 предлагают внести понятие, которое до настоящего времени не определено. Таким образом, полагаю, что в данной редакции данный законопроект он принят, естественно, не будет. Здесь следует еще отметить, что в данном законопроекте предлагается конфисковывать средства, средства, имущества компаний, которые выступали в качестве пособников в соответствующем преступлении, то есть в уходе от уплаты налогов. На это, еще говоря, вводится такая квази-уголовная санкция для юридических лиц. Заметим, что как сам законопроект, так и в части редакции статьи 199, а также предложение о конфискации имущества у юридических лиц, не нашел поддержки ни у правительства РФ, ни у Верховного суда, который также давал отзыв на данный законопроект. Соответственно, с учетом этого, опять же, можно говорить, что, скорее всего, либо данный законопроект полностью будет отклонен, либо он будет существенно доработан, либо даже переработан. Следующая уголовная новость, она касается порядка возбуждения уголовных дел. Следующее, заметить, что окончательно оформились предложения в законопроекте, и на данный момент, то есть уже в октябре, они прошли одобрение в Государственной Думе, переданы Совет Федерации, и в общем, в скором времени, я так полагаю, будут... А, и Совет Федерации, да, тоже пройден законопроект, соответственно, в скором времени данный законопроект, он будет подписан президентом. Какой теперь будет порядок возбуждения уголовных дел? Когда следователь будет получать информацию о совершении налогового преступления, он будет обязан запросить информацию у вышестоящего органа, у вышестоящего налогового органа по отношению к налоговому органу, на учете которого, соответственно, стоит налогоплательщик либо юридическое лицо, должностное лицо, которое, скажем, подозревается в уходе от уплат налогов. Так вот, следователь запрашивает фактически информацию, справку о следующих вопросах. Совершал ли данный налогоплательщик правонарушение неуплаты налогов, видит ли сам налоговый орган какие-либо нарушения со стороны налогового органа, либо информацию о проведении каких-либо проверок. При этом следует заметить, что данная справка от налогового органа, она не будет иметь какого-либо приоритета, а будет одним из материалов соответствующего дела. Одним из материалов, но не ключевым. Кроме того, следует заметить, что следователь может и обойтись без запроса данного документа. То есть, если у него есть прям железное доказательство того, что налогопреступление совершено, он может и не запрашивать соответствующий документ. Кроме того, в случае, если этот документ от налогового органа не поступит в течение 15 дней, 15 суток, то, соответственно, и без него следователь сможет принять решение возбуждать уголовное дело, либо не возбуждать уголовное дело. Следующая новость – это письмо ФНС России, посвященное применению налоговыми органами постановления плену ВАС РФ номер 57. В этом постановлении, как все знают, разъяснены вопросы применения части 1 Налогового кодекса Российской Федерации. В общем, в деятельности юристов, безусловно, нужно использовать данное письмо, поскольку, во-первых, она приводит конкретные примеры, в отношении которых применяются те или иные пункты. Кроме того, в данных разъяснениях налогового органа, данные рекомендации нежестоящим налоговым органам по процедурным вопросам, иначе говоря, какие действия нужно совершать, чтобы не допустить отмены решения по процедурным вопросам. Следующая новость – это введение в НКРФ новой главы. Это глава 32. Она посвящена налога на имущество физических лиц. Что здесь можно сказать? Что, в целом, конечно, введение данной главы следует поддержать, поскольку до этого времени налог на имущество физических лиц регулировался отдельным законом, не рамок налогового кодекса, что, в общем-то, в определенном смысле противоречат принципу налогового права, который сформулировал Конституционный суд о определенности налогового права, который предполагает в том числе то, что налоговые нормы должны содержаться в определенном конкретном законе, это налоговый кодекс Российской Федерации. Из негативного. Следует сказать, что нормы в большинстве случаев сформулированы достаточно сложно. Соответственно, у физических лиц, которые не будут обладать соответствующими не то, что даже науками, а знаниями о налоговом праве, у них будет возникать сложности с проверкой правильности расчета соответствующего налога, который будет производить налоговые органы. Я, конечно, не берусь говорить, что это сделано специально, но, тем не менее, статьи читаются достаточно сложно даже и они сложны даже для специалистов. Что же говорить о простых людях? Ну, в целом, давая общую характеристику налога на имущество, можно сказать, что это налог местный. Это означает, что регулироваться он будет в том числе местными нормативными либо законодательными актами. Ну, то есть законодательно это в отношении Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Объектами будет являться различное недвижимое имущество. Налоговая база, она будет формироваться либо из кадастовой стоимости, либо из инвентаризационной стоимости. Соответственно, налоговый период это календарный год. Ставки, вот, кстати, именно статья о ставках, она сформулирована достаточно тяжело и сложно. Ставки будут зависеть от того, какая налоговая база используется, либо кадастровая, либо инвентаризационная стоимость. Соответственно, если кадастровая стоимость, то там от 1,1% до 2% в зависимости от объекта недвижимости. Соответственно, если кадастровая стоимость, то там ставка от 0 до 2%, все зависит от той стоимости, которая будет, от той стоимости, которая будет получена в результате расчета этой инвентаризационной стоимости, которая должна умножаться на коэффициент дефлятор. Как я уже сказал, достаточно сложно сформулировано. Налог будет исчисляться налоговым органом, который будет в соответствующее уведомление посылать налогоплательщику. Ну и, соответственно, налог должен будет уплачиваться до 1 октября до 1 октября должен уплатиться налог за предшествующий год. Следующая новость – это новость по теме трансферного ценообразования. В общем, официальное лицо ФНС России высказало позицию о том, что в налоговой системе существует три модели проверок в отношении сделок. В отношении сделок. Первая модель, она непосредственно касается контролируемых сделок. Здесь все в соответствии с законом, то, что ФНС России проверяет контролируемые сделки. Вопросов здесь нет. Вопросы возникают в том, что оставшиеся две модели касаются сделок, которые нельзя отнести к контролируемым. Это неконтролируемые сделки между взаимозависимыми лицами. Официальные лица считают, что они также подлежат проверке, то есть цены в них подлежат проверке, но в рамках камеральных либо выездных проверок. Кроме того, в принципе, любые сделки, по мнению налоговиков, подлежат проверке в случае, если в них обнаружено взаимозависимые лица, не взаимозависимые лица. Соответственно, подлежат проверке, если в них обнаружено манипулирование ценами. Замечу, что если, опять же, каких-либо вопросов к контролю со стороны ФНС в отношении контролируемых сделок нет, это в соответствии с законом, то в отношении контроля территориальными органами за неконтролируемыми сделками здесь очень много вопросов вообще о законности такой проверки и полагаю, что в ближайшем будущем, конечно, это вопрос, который должен будет решаться на самом высоком уровне, судебном уровне. В частности, скорее всего, ВАС РФ должен будет разрешить окончательно этот вопрос. Отказ от введения налога с продаж. В общем-то, это предсказуемое решение. Оно было озвучено и премьер-министром Медведевым, и также на сайте ФНС России было указано, что правительство отказалось от идеи введения налог с продаж. Следует заметить, что в целом законопроект, конечно, получил большую критику с различных сторон. И со стороны бизнеса, и со стороны государственных органов. в законопроекте, который предлагался, не были решены вопросы конституционности налога с продаж. В том числе, кроме того, вызывали сомнения и, в общем-то, экономическое обоснование необходимости введения налога с продаж. следует заметить, что некоторые специалисты высказывают мнение, что сам Минфин, который готовил законопроект, он был против введения налога с продаж и больше склонялся к идее увеличения ставки по НДС. Именно поэтому он подготовил такой законопроект, который был серьезно раскритикован с различных сторон. И со стороны, как я уже говорил, бизнеса, и со стороны соответственно государственных органов. Поэтому от этой идеи отказались. Следует заметить, что сейчас высказываются мнения, ну, одним из тех, кто высказывался, это был вице-премьер Шувалов, о том, что необходимо менять налоговую систему Российской Федерации. Замечу, что не только вице-премьер говорил о этой идее, и, по-моему, насколько я помню, высказывался и чиновниками налоговой службы, и Минфина. Однако каких-то конкретных предложений в рамках данной идеи пока не озвучено. Поэтому, что называется, будем ждать. Следующая новость – это налоговая практика Верховного Суда РФ. То есть, Верховный суд уже начал достаточно активно рассматривать налоговые дела. В частности, было рассмотрено дело компании «Сибирь», которое касалось подтверждения правомерности использования соглашения в избежание двойного налоговложения. Главный вопрос был в том, как часто должно лицо, которое использует соответствующее соглашение, налоговый агент, как часто он должен запрашивать подтверждение от своего контрагента соответственно о резидентстве. То есть, в деле Сибири была следующая ситуация, что за 2008 год сертификат налогового резидентства был получен, за 2009 и 2010 в которых в этих годах осуществлялась соответствующие выплаты и использовалось соглашение, за эти года не были получены соответствующие подтверждения. Нижестоящие суды это первая инстанция и вторая инстанция поддержали налогоплательщика, а вот касаться почему-то отказалось. На самом деле надо смотреть почему, у меня есть предположение то, что сертификат действительно имелся только в 2008 за 2008 год, а за дальнейшие года отсутствовало соответствующее подтверждение. В принципе в практике была сформирована позиция, что налогоплательщик не обязан каждый год запрашивать подтверждение, но прежде всего была практика то, что, например, предположим, в 2008 году был сертификат, в 2009 не было и в 2009 производились выплаты, а в 2010 опять был получен сертификат, то в 2009 году вполне обоснованно можно применять положение соглашения об изображении двойного налогоблажения. Это достаточно устойчивая практика. Возможно, что в данном случае суд Московского округа посчитал, что налогоплательщик не подтвердил то, что и в дальнейшем его контрагент оставался резидентом соответствующей страны. Но, тем не менее, Верховный суд поддержал налогоплательщика в этом деле и сказал, что не надо каждый год запрашивать соответствующие сертификаты. Есть другое дело, рассмотренное Верховным судом. Оно уже в пользу налоговых органов. Это дело ТНКБП по поводу вопроса начисления пеней в отношении излишне возмещенного налога. И, наконец, третье интересное дело – это дело механизированной колонны номер один, в котором рассматривался вопрос о повторной налоговой проверке. Это чисто такое фактологическое дело. В общем, и в данном деле Верховный суд поддержал налогоплательщиков. Дальше новость о том, что ФНС России продолжает, во-первых, развивать свой сервис, а также, в общем, различные электронные программы, компьютерные программы, которые будут позволять улучшать налоговое администрирование. В частности, было указано, что уже введена в эксплуатацию новая система BigDate, которая будет аккумулировать и анализировать информацию, касающуюся операций по НДС. Кроме того, прошла информация, то, что на сайте ФНС России появился сервис по проверке кассовых чеков. Я отмечу, что я этого сервиса не увидел, то есть, по всей видимости, этот сервис, он доступен лицам, которые пользуются личным кабинетом наукоплательщик. Иначе говоря, если просто зайти на сайт ФНС России, вы, наверное, этот сервис не найдете. Хотя, возможно, я не прав. Ну и, наконец, последняя новость о том, что изменены критерии, точнее, дополнены критерии отнесения налогоплательщиков к крупнейшим на федеральном и региональном уровнях. Хотя, в какой части они, конечно, и изменены, не только дополнены. В частности, дополнительным критерием является наличие лицензии на осуществление различной финансовой деятельности. Это и банковской, и страховой деятельности, деятельность по обеспечению, по пенсионному обеспечению. Так, ну, а центральной новостью будет вопрос, точнее, центральный вопрос, настоящего выпуска будет проблема налоговых комиссий. В общем, в настоящий момент вышестоящие налоговые органы все больше и больше ориентируют ниже стоящие налоговые органы на активное использование налоговых комиссий для улучшения соответствующих налоговых показателей. в настоящее время деятельность налоговых комиссий она регулируется отдельным письмом ФНС России, что, кстати, следует заметить как положительный момент, потому что до этого письма вообще непонятно, как эти комиссии работали. прежде всего следует заметить, что сами комиссии являются законными. Ну, во всяком случае, эта позиция уже формируется практика на уровне судов. Вот одно из свежих таких постановлений Западно-Сибирского округа. Кстати, хочу заметить, что только вот в рамках данного выпуска для меня пришло осознание того, что новое название у окружных судов теперь они не федеральные арбитражные суды не ФАС, а просто арбитражные суды Западно-Сибирского округа. Ну, это так. Лирическое отступление. Так вот, в данном постановлении, которое я привожу, там указывается, что вполне законно, что налоговые органы вызывают налогоплательщика на комиссии. Более того, следует заметить, что если лицо не явится на комиссию, например, руководитель фирмы, то, соответственно, он может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.4 КЛАУРФ. Но здесь следует заметить, что в общем-то прийти на комиссию это в том числе в интересах самого налогоплательщика. Вообще, налогоплательщиков вызывают на комиссии по разным критериям. Это и заявление убытков, это и резкое увеличение расходов, и низкие зарплаты, и получение информации о наличии серых зарплат, все эти основания, по которым могут вызвать на налоговую комиссию. Так вот, а необходимо прийти, чтобы понять, что именно не нравится налоговому органу. Следует учитывать, что в общем-то налоговая комиссия может быть одним из этапов выбора налогоплательщика для включения его в список для выездных налоговых проверок. Соответственно, в рамках общения на налоговой комиссии вы можете понять, какие вопросы интересуют налоговую и соответственно подготовиться к этому, в том числе просмотреть документы, подготовить позицию по соответствующим документам. Возможно, где-то документально улучшить свою позицию. Естественно, документально в рамках закона это сделать. Кроме того, все-таки в рамках налоговой комиссии можно попытаться убедить налоговый орган, что не надо включать налогоплательщика в план выездных налоговых проверок, потому что показатель его улучшится. То есть, например, принести с собой бизнес-план, который будет показывать, что вы намерены улучшить свои показатели, принести с собой договоры с контрагентами, по которым, по этим договорам возможно, будут доходы, которые улучшат ваши показатели, финансовые показатели, ну, наконец, привести какую-то сводную таблицу, в частности, касающуюся общей фискальной нагрузки, что если у вас где-то по какому-то налогу уменьшилась фискальная нагрузка, то по-другому она увеличилась. В общем, все данные документы это будет не лишним взять с собой и показать налоговым органам, что вы тоже волнуетесь за свои финансовые показатели и, в общем, предпринимаете какие-то действия для их улучшения. И если в общем налоговый орган проникнется в ваши позиции, то он не включит вас в план выездных налоговых проверок. На этом все. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Продолжение следует...